Кристи Агстга, дорогие братья и сестры, то есть это по-грузински Христос воскресе, и так мы обращаемся, потому что сегодня вместе с вами мы почитаем святую царицу Тамару, Тамару грузинскую, в церковном календаре она даже у нас именуется как Тамара Великая, святая царица грузинская, имя Тамары это буквально библейское имя Фомарь, а у грузин даже не Тамара, а Тамар, и даже в некоторых летописях она именуется царь Тамар, в знак особого к ней уважения, в таком даже мужском роде обращение к ней идет, как особо почитаемой царицы, потому что святая Тамара, она как прекрасная лилия проросла среди кавказских гор, и в годы ее правления Господь явил просто вот невероятный расцвет. Сама эпоха, кстати, когда царица Тамара, ну и чуть ранее до нее, это был золотой век истории грузинского народа, то есть это 11-12 века, начинается все это с царя Баграта 3-го, отсюда, кстати, род Багратионов, и потом, конечно же, знаменитый царь, он тоже прославлен в лике святых, царь Давид 4-й строитель, который объединил Грузию, возвышал церковь, утверждал православие и защищал свой народ, и вот его правночка святая Тамара, царица, в народе грузинском ее называют солнцеликая царица, настолько ее любят, почитают, уважают православные грузини, ну и мы присоединяемся к их похвалам, вот как известный грузинский поэт Шотару Ставели в своем произведении произносит «Воспоем Тамар царицу, почитаемую свято, дивно сложенные гимны посвящал ей когда-то». И правление царицы Тамара — это вершина золотого века, история грузинского народа, и когда во всем мире происходят страшные раздоры, разделения, на Западе там какие-то крестовые походы организуются, и все друг с другом враждуют, и венецианцы враждуют с Византией, и в самой Византии друг с другом тоже не могут поделить власть, и даже там родные братья воюют друг с другом, на Востоке, в степях Монголии тоже уже идут свои такие процессы, которые в конечном итоге возвысит Чингисхана, который, сами понимаете, как пройдет по всему миру, значит, мечом и огнем, уничтожая все вокруг. На севере, на севере русские князья погрязли в междоусобицах, тоже не могут поделить, кто там главный, кто там младший, старший, не старший, делит друг с другом княжество, все в розних, в разделениях, и получается во всех сторонах света, не пойми чего, а вот царица Тамара, она утверждает свою родную страну в православии, там расцвет культуры, там возрастают в благочестии люди, и поэтому действительно по праву грузины, они именуют святую Тамару не только солнцеликой, но и светоносной, и вот две женщины, две святые женщины у грузин, это от святой равнопостольной Нины, которая принесла православие, православную веру в Грузии, и спустя много веков святая Тамара, царица, которая утвердила, а на самом деле даже три, потому что прежде всего грузины, представители славной иверии, почитают Божию Матерь, пресвятую Деву, как покровительницу народа Грузии. Она родилась в 1166 году у царя Георгия Третьего и супруги его, царицы Бурдухан, это род именно Багратионов, фамилия Багратионов нам, конечно, всем прекрасно известно, причем сами грузины, вот в некоторых даже таких древних даже описаниях, сказаниях, они пытались особенно возвысить этот род и пытались даже возвести его к библейскому царю и пророку Давиду, показать как бы, что это особенно такой вот славный род, и вот именно в этой семье рождается царица Тамара или Тамар, как ее называют сами грузины по библейскому имени Фомарь, царица Тамар рождается, и у нее была еще сестра Русудан, а вот мальчиков в семье не было, и для того времени это была такая очень, ну, необычная ситуация, почему? Потому что нету царя-наследника, но царице Бурдухан было дано пророческое видение во сне, когда она увидела свою дочку, вот маленькую еще Тамар, увидела в царском блеске, в славе, на царском троне и увенчанную золотой царской короной. Вот так вот Господь уже приоткрыл, что она все-таки действительно станет царицей, будет достойной царицей своего народа, и повторим, что для того времени это было очень и очень необычно. Но что хочется отметить, что, конечно, грузинскому народу в этом смысле очень и очень повезло, потому что в лице святой Тамары они как раз нашли самую достойную правительницу. То есть вот если взять всю историю, да, то вот был пик такого особенного возвышения Грузии, золотой век, как мы сказали, и внутри этого золотого века наибольшая вот слава Грузии именно при царстве святой Тамары. А почему так? Да потому что с детства она была всем сердцем расположена к благочестию и любила молиться и обращалась ко Господу и Божьей Матери от искреннего и чистого сердца. И есть очень много таких сказаний, вот как однажды она вот вместе с дядей гуляла по пещерам еще только вот созидавшегося монастыря Вардзя, это такой пещерный уникальный монастырь на юге Грузии, и тогда он еще, ну, не полностью был обустроен, и, значит, вот они гуляли, и она углубилась в какую-то пещерку, и дядя ее потерял. И уже испугался, не знал, что делать, и тут малолетняя Тамара крикнула дядя, аквардзия, то есть, я здесь дядя. И вот это выражение было подхвачено, и отец ее, царь Георгий III, он вот по этому восклицанию решил назвать, ну, это такое предание, решил назвать этот монастырь Вардзя, здесь дядя. Вот такое удивительное сказание, впоследствии царица Тамара, она особенно тоже возвышала вот этот монастырь, и это может быть один из самых прекрасных пещерных монастырей на нашей земле, который простирается вообще в длину там на 900 метров, это в долине реки Куры, и там около 600 икелей, значит, всевозможных вот этих ходов, часовенки, храмы, то есть, столько вот пещерных отделений, что там действительно можно просто потеряться. Но святая Тамара нашлась, она возрастала, она получала прекрасное образование, потому что еще вот начиная с ее прадеда, святого Давида IV строителя, образование очень и очень возвышалось в Грузии, и там, ну, если даже брать вот Европу того времени, то Грузия, может быть, даже превосходила по уровню образования. Там и философия изучала, значит, вот и языки изучались древние, история и литература, и, конечно же, церковные, богословские науки. А потом, когда вот ей около 12 лет, то против отца был поднят заговор, удалось этот заговор подавить, победить мятежников, и отец Георгий III, он не знает, как быть, ведь нет наследника. И тогда, в 1178 году, он проводит коронацию своей маленькой дочери, Тамары, потому что хотелось передать кому-то власть, да, а кому передавать. И он делает маленькую 12-летнюю дочку своей соправительницей, как бы, чтобы показать, что вот это моя преемница. Причем вельможи возроптали и говорили, где это видано, чтобы женщина восходила на царский престол. Хотя на самом деле такие прецеденты были, да, и уже в Византии, и там мы знаем и святую императрицу Ирину, и святую императрицу Феодору. Но случаи эти были очень и очень редкими, и вот, значит, они возроптали и тогда католикоз. А католикоз это кто? Это предстоятель грузинской православной церкви, католикоз буквально как бы соборный, всеобщий, то есть предстоятель над всем собором грузинских епископов. И католикоз сказал, что давайте вспомним, ведь издревле и вере считается уделом Божией Матери. И православие утверждено было святой Ниной, то есть через женщин Господь являл свою милость в славной стране Грузии. Поэтому нет ничего страшного в том, что женщина взойдет на престол, главное, чтобы она жила по заповедям Божьим и заботилась о своем народе. И вот действительно святая Тамара, она становится соправительницей, то есть она уже понемножку вот обучается таким государственным делам, вникает вопросы и проходит несколько лет и в 1184 году отец ее умирает. Он отходит ко Господу на Страстной Седмице и тогда уже вот власть переходит действительно к святой Тамаре. И вот святой Тамаре тоже, как и когда-то ее матери, было дано видение о ее дальнейшей судьбе. Ей приснилось, как она видит весь Кавказ с высоты птичьего полета, как бы парит над своей страной. И видит она, что значит на западе Черное море, корабли вот мирно плывут по нему, разных купцов, венецианские, там генуэзские, другие корабли. На севере она видит, как вздымаются горы, покрытые снегами. На юге Византии, где идут свои какие-то вот процессы жизни, а на востоке Каспийской моря. И вдруг волны этого моря начинают подыматься и грозно вот движутся к горам Кавказа и готовы как бы опрокинуться и порушить всю жизнь на территориях Грузии. И святая Тамара молится Господу, и тут являются четверо ангелов в виде прекрасных юношей, которые начинают пускать огненные стрелы в эти бушующие волны, и буря прекращается. Море начинает затихать и затем в виде, аллегорическом виде старца просит о пощаде. И святая Тамара, она проснулась, конечно, в тревоге, потому что сон это было некое такое вот пророческое видение о том, что, да, во время ее царства удастся сохранить благополучие народа, и грузины, они пребудут в покое. Но на востоке уже зарождается опасность, и действительно, вот далеко за Каспийским морем, в степях Монголии уже начинает формироваться новая империя, которую вскоре объединит в своих руках Чингисхан, и он направит свои грозные полчища на запад. Но пока правит святая царица Тамара, эти беды не коснутся грузинского народа. Но вот, братья и сестры, что особенно важно, когда святая Тамара стала только-только царицей, какой она взяла для себя, ну, девиз, что ли, своего правления, то есть как бы обозначила свою государственную программу. Она сказала так, я отец для сирот и матерь для вдов, то есть она выступает как покровительница всех несчастных, всех обиженных, тех, кто находится в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, и на самом деле всю жизнь она покровительствовала таким людям. Более того, она не совершила ни одной смертной казни, она старалась даже телесно, ну, чтобы никаких особо наказаний не было, и вот это вот ее милосердие и кротость просто вот поражают. И сохранились описания тех вот биографов, которые застали царицу Тамару, это есть все в грузинском летописании, и там подчеркивается ее смирение, и ее застенчивый взгляд, и при этом ее удивительная красота даже вот внешне, описывая ее удивительную красоту, и при этом внешняя красота сочеталась с красотой внутренней, с удивительным умом, рассудительностью и мудростью, и святая Тамара, она вот не расплескивала себя направо и налево, вот если посмотреть, как, допустим, жили те же самые византийские императоры того времени, постоянно там боролись за власть, да, незадолго до этого был император Андроник, который проводил постоянную жизнь в распутстве, и с кем он уже блудил, значит, то он к этим домам привешивал снаружи рога, чтобы уже знать, что вот с этими женами он уже совершил грех прелюбодеяния, оттуда и пошло вот это выражение, привешивать рога, то есть блуд и распутство было страшно, и вдруг в Грузии мы видим нечто удивительное, нечто вот необычное для нравов того времени, удивительная чистота, целомудренный нрав, кроткий характер, мудрое отношение ко всем своим обязанностям, и, конечно же, когда такое правительство, то народ начинает процветать, но как только она была вторично коронована, вельможи тут же поставили вопрос о ее замужестве, что удивительно, что не сама она решает, да, а решают это вот высокопоставленные люди, потому что это не личный какой-то, не частный вопрос, а вопрос государственный, а сама Тамара, судя по всему, она особо и не искала брака, и, видимо, душа ее хотела более какой-то чистой, возвышенной небесной жизни, потому что она всегда очень стремилась к молитве и любила молиться, и так решили подыскать ей мужа, и остановились своим, так сказать, выбором, ну, прежде всего, на русских землях, как ни странно, ну, а почему так? Потому что найти жениха намного тяжелее, чем найти невесту, везде, где вот царственные особы, там, князья, великие князья, они свои сыновья оставляют себе, а где найти, так сказать, вот свободного жениха, да, чтобы он переехал в другую страну и стал вот просто вот мужем царицы? Очень сложно, а на Руси как раз там князья не ладили друг с другом, и тут, значит, на что обратили внимание? На то, что самый младший сын святого Андрея Боголюбского, князь Юрий или Георгий, он как раз остался без удела. Какое-то время он правил в Новгороде, но новгородцы, они были непослушными, своевольными людьми в то время, и они просто вот выгнали князя Юрия, а когда убит был отец его, святой Андрей Боголюбский, то в северо-восточной Владимирской Руси не нашлось места для князя Юрия, и вынужден был он переехать к Половцам. Ну и, значит, вот в грузинских источниках рассказывается, как один купец, посланный имя Заровавель, он как раз вот обратил внимание на этого юношу, и приехал обратно, рассказал, что, значит, есть вот такой вот доблестный юноша, прекрасный телосложением и приятный для созерцания, и что вот он как раз станет лучшим, подходящим, так сказать, женихом для царицы. И сообщает это Тамаре, она говорит, но дайте мне хотя бы немножко времени для обдумывания, ведь вначале надо же узнать, насколько он внутренними качествами, какими обладает, ведь может выбор быть опрометчивым, но ей не дали такого времени, и святая Тамара смирилась, она послушалась этих высоких государственных мужей и согласилась на этот брак, и брак этот оказался несчастным. Когда приехал князь Юрий, и когда сыграли царскую свадьбу, и, конечно, удивительно роскошную, там что-то неделю шло торжество, пирование, и вот Юрий потихоньку начал входить в дела, да, то, видимо, для русского князя это все-таки было очень непривычно, то, что женщина на троне, да, и что он вот здесь, как бы, ну, на вторых каких-то ролях. Надо сказать, что, конечно, он тоже в плане вот созидания государства в чем-то достаточно помог, потому что он завоевал часть территорий, которые по площадям равнялись чуть ли не четверти от территории тогдашнего грузинского царства, вот, но, видимо, и князь Юрий стал претендовать вот на полное господство, да, в каком-то смысле на узурпацию власти. Кроме того, возможно, он не совладал, не смог правильно, так сказать, вот, отреагировать на существующие на Кавказе традиции правильного распития вина, и грузинские источники пишут, что вот князь Юрий, он очень увлекся винопитием, и потом вообще вел, так сказать, вот совсем недостойное поведение. И много нам, конечно, тут неясного, но, судя по всему, вот князь Юрий где-то вот начал преобладать над царицей Тамарой, и он стал вершить какие-то вот казни. Если сама царица Тамара, она была очень милосердной и кроткой, но в то же время и мудрой, и она старалась решать вопросы по существу, то про князя Юрия или Георгия пишут, что вот он стал казнить кого-то из вельмож, да, и при этом употреблял какие-то страшные пытки и вырывал им члены их тела, и так что вот такой террор начинал уже распространяться, и, судя по всему, мог возникнуть мятеж, и святая Тамара пыталась воздействовать на мужа через достойных монахов, которые приходили, увещали князя Юрия, пытались как-то воздействовать на него, но все было безуспешно. Вот так прошло два с половиной года, и в итоге, как свидетельствуют грузинские источники, святая Тамара, ну, понятно, что высокопоставленные вельможи, они тоже вот на этом настаивали, они вынуждены были отправить его в изгнание, и, как пишут грузинские источники, что Тамара, она с многими слезами, великой скорби отправила князя Юрия в Константинополь, снабдив его несметными богатствами, то есть, видимо, все-таки по-человечески ей было его очень и очень жалко, и она проявила к нему, ну, может быть, даже чрезмерное такое вот милосердие, отправив со слишком большими сокровищами, потому что в конечном итоге все это обернулось против нее. Ну, тут, конечно, братья и сестры, надо сказать, что, видимо, вот этот государственный совет, он тоже просчитался, потому что думали-то как, завязать отношения с Россией, да, и вот есть вот как бы брак вот с русским княжичем, тем более сыном Андрея Боголюбского, а Андрей Боголюбский одно время даже номиновался царем русским, и таким образом, в каком-то смысле этого тоже, ну, как бы некая вот претензия на влияние на Россию и, может быть, даже на власть над некоторыми русскими территориями, но это все были политические какие-то расчеты, и все это рухнуло, а святая Тамара, она опять оказалась одна, и после этого ей находит уже мужа из тех, кто поближе, из осетинских царевичей, а именно это Давид Сослан, причем он был другом детства святой Тамары, и он воспитывался у ее родной тети Русуда, и вот тетя, она как раз предложила именно его, и когда второй брак, ну, к сожалению, вот так получилось. Разводы для того времени считались чем-то вот просто вот неприемлемым, но ввиду сложившейся ситуации нужно, чтобы все-таки у царицы Тамары рождались дети, которые были бы законными наследниками. И законным супругом становится Давид Сослан, который стал прекрасным сподвижником царицы Тамары и возглавлял войска. Забегая чуть вперед, скажем, что князь Юрий, вот эти вот богатства, которые получил он царицы Тамары, на что он их направил? А он организовал как раз вот военный поход против святой Тамары, он вошел в доверие к знати западной Грузии, и очень многие его поддержали, и чуть ли не половина Грузии уже была на его стороне, и он готов был нанести решительное поражение царицы Тамары. Но восточная Грузия смогла в кратчайшие сроки организоваться и неожиданно нанесла поражение князю Юрию, и он оказался в плену. Но удивительно, что святая Тамара опять-таки проявляет к нему полное милосердие, отпускает его живым и невредимым. После этого он, правда, организовал второй мятеж, и уже опираясь там на одного шаха, уже с востока подошел к Грузии. Но в это время у Давида и у царицы Тамары уже был наследник, и поэтому народ в основном поддерживал законную власть, и князь Юрий не смог ничего добиться, а дальнейшие его пути, они как-то теряются в источниках, и в общем даже до конца непонятно, куда он исчез. И вот мы видим, насколько правитель или правительница иногда бывает несвободна в своем личном выборе, да, и насколько тяжело проходить вот этот путь, если бы не помощь Божия, или если бы не было молитвы к Богу, непрестанной молитвы к Богу, то, может быть, и не удалось бы этот путь пройти до конца. А святая Тамара, она очень любила молиться, она душу свою открывала пред Господом. И еще она каждый день старалась совершать какую-то милостыню, проявлять дела милосердия. Она считала, что вот потерян тот день, когда ты не оказал никакого милосердия и не помог никому из бедных, нищих людей. Причем помогала она не из государственной казны, а от своих трудов. Вот по ночам она пряла, вышивала, затем изделия своих рук она продавала на Тбилисском рынке, и уже вот это вот полученное средство она раздавала как милостыню. Рассказывается, как однажды она собиралась на литургию в Геладский монастырь, и вот когда она еще только одевалась и готова была возложить драгоценную повязку на свою голову, ей сообщили, что пришла какая-то вот нищая женщина к дворцу и просит подаяния. Святая Тамара просила, чтобы та немножко подождала, вот собралась, вышла, и вдруг нищей нигде нет, и не могут найти эту нищую женщину. И святая Тамара очень испугалась и подумала, а вдруг это сама Божья Матерь, которая покровительница Грузии, вот может быть она ходит тоже, досмотрит, как люди реагируют на бедных, нищих людей, и получается, что она не подала, да, и вдруг она согрешила против самой Божьей Матери, и тогда она свою драгоценную повязку принесла в дар иконе, чудотворной иконе Божьей Матери, которой именуется Хахульская икона, и считается, ну, в традиции грузинской церкви считается, что это тоже один из списков, который написал евангелист Лука, когда решил изобразить Божью Матерь. И вот и лик этой чудной иконы оказался украшен драгоценной повязкой от святой царицы Тамары, и с тех пор считалось, что икона Божья Матерь, вот эта икона, она царственная покровительница грузинского народа. Святая Тамара очень любила церкви Божия, она всюду строила храмы, монастыри, и она жертвовала на храмы в других частях мира. Она специально посылала людей, которые вот разыскивали монастыри, храмы на территории и Александрии, и святой земли, в других местах, которые, на Кипре, и в прочих местах, где можно было бы помогать и благотворить. Известно, что святая Тамара, она смогла выкупить у мусульман в Иерусалиме монастырь в честь святого креста. Там был такой достаточно древний монастырь святого креста в пределах Иерусалимской церкви, но когда вот шли вот эти завоевания, арабские завоевания, и то крестоносцы освобождали, потом, значит, Салах-эд-Дин смог все это опять вот завоевать, и тогда царица Тамара, она выкупает монастырь святого креста у Салах-эд-Дина. И вот шата Руставели, видимо, он и вез этот выкуп за монастырь, потому что сначала-то он был министром финансов и занимал высокий пост, и потом он уже направлен царице Тамары в Иерусалим, где выкупается монастырь святого креста и восстанавливается шатой Руставели. И там, кстати, сохранилась фреска, на которой прижизненный портрет шата Руставели. Также, кстати, как и в самой Грузии, в некоторых местах сохранились фрески с прижизненным изображением царицы Тамары, и вот она помогала монастырям. Они все православные правители-то ее поддерживали. Были такие случаи, когда она одарила монахов с других церквей, вот не из Грузии, а из других мест, которые приехали большими богатствами, а византийский император их пограбил, этих монахов, и забрал все дары, которыми наделила их царица Тамара. Значит, она второй раз их одарила, и император опять пограбил. Ну и тогда вынуждена была царица Тамара воевать с византийским императором, и благодаря вот этой войне появилось Трапезунское царство. Это с юга от Черного моря. Такая небольшая территория, куда был поставлен племянник царицы Тамары, Алексей Камнин, потом его брат, царствовал. И в какое-то время получилось так, что Грузия при царице Тамары, она достигает невероятного геополитического значения, потому что, значит, она и с юга, и с востока, и с севера, и с запада укрепляется, и были зависимые государства, пусть небольшие, но зависимые от самой Грузии, и потихонечку отвоевывались территории к югу на пути к Святой Земле, потому что, видимо, в таких более дальних планах у Святой Тамары было все-таки освобождение Святой Земли от власти иноверцев, но ввиду того, что она не очень много прожила, она не смогла осуществить эту цель. Зато не раз ее войско разбивало войска иноверцев. И, кстати, спустя несколько веков наш царь Иван Грозный, он вспоминал именно царицу Тамару, и ее пример вспоминал, когда шел на Казань, и вот образ царицы Тамар, он как бы тоже воодушевлял наших воинов, потому что шла война с иноверцами. Турки-сельджуки были очень раздражены тем, что Грузия укрепляется, возрастает, и соседние государства как бы все больше и больше подчиняются Грузии. И вот был там такой халиф по имени Нусрат-ад-Дин Абу-Бекр-аль-Мухаммад, немножко такое длинное имя, так вот этот Абу-Бакр или Абу-Бекр, он организовал огромное войско сельджуков и понабрал там со всех вот подчиненных территорий, и многотысячный просто вот такой войско, что грузины писали, что недостаточно было одной страны, чтобы расположиться этому войску. Ну, немножко, конечно, они поэтически это превысили в своих описаниях, но все равно войско было огромное, и пришло оно на территорию Грузии, а царица Тамара пришлось в срочном порядке организовывать свое войско, но здесь, конечно, помогал именно Давид Сослан, ее супруг, который был талантливым военачальником, и сама царица, она проводила полностью вот свое войско, и с молитвой напутствовала, говорила, что не страшитесь врага, который многочисленнее вас, потому что с нами сам Господь Бог. И вот когда войско ушло, то она сняла с себя обувь и направилась в храм Божией Матери, в Метехе, и там пред иконы Пресвятой Богородицы молилась о победе над иноверцами. А грузины тем временем воспользовались тем, что вражеское войско, ну, неприятель был уверен в своем превосходстве, в своей силе, поэтому не выставили пикеты, охрану, а просто стояли лагерем, и грузины поэтому напали внезапно и смогли разбить крупное войско Абу-Бекра. А был еще второй, более тяжкий случай, когда султан Рукан-ад-Дин, правивший на отторгнутых от Византии территориях, он организовал фактически джихад против царицы Тамары, и он направил ей такое послание, в котором пишет, «Я, Рукан-ад-Дин, царь всего поднебесия, совосседающий с Богом, говорю тебе, что вот мы придем для того, чтобы вы больше никогда не брали за меч, и жизнь останется, будет дарована только тем, кто сам сломает крест христианский и принят ислам. Вот только тем сохраним мы жизнь». А тебе, царица Тамара? И, в общем, он пишет, что, мол, если она примет ислам, то тогда станет его женой, а если не примет ислам, то тогда станет его наложницей. Ну и понятно, что очень дерзкое такое послание, вот они с огромным войском вступают тоже на территорию Грузии, и святая царица Тамара, она тоже с молитвой напутствует свое войско, и после этого идет вот в любимый монастырь Вардзия, где молится в храме, опять-таки обращает молитвы свои к Божьей Матери, и Давид Саслан, он с войском направляется, и вот, значит, султану, рука над Дину, тот в белоснежном шатре своем, ему сообщают, что грузинское войско стремится к нам, тот говорит, ну, может, вы чего перепутали, у них же не может быть такого крупного войска, чтобы они средь бела дня на нас напали, может быть, это кто-то из наших союзников, какой-нибудь эмир приближается, чтобы тоже поучаствовать в джихаде. Нет, говорит, это именно грузины, но как же, разве может орел накинуться на стаю волков, то есть от орла ничего не останется? Ну, раз так, говорит, раз грузины сами ко мне спешат в руки, то тогда вот дайте мне моего боевого коня, и на всякий случай лучшего моего арабского скакуна. Ну, в итоге этот скакун смог ему спасти жизнь, а получилось так, что вот этот вот налет грузинского войска, он полностью сломил сопротивление огромного иноверческого войска, и те были поражены, да. Ну, действительно, султан Руканадин, ему помог его арабский скакун, на котором он ускакал прочь, а брат его попал в плен, его потом продали всего лишь за простую подкову лошадиную. Пленных было так много, что продавали за деревянную меру муки, ну, по крайней мере, не издевались над ними, да, не мучили, и даже к погибшим вражеским воинам отнеслись с почетом. Их похоронили вот именно с почетом, как воинов. И на этом все попытки иноверцев захватить Грузию прекратились. Как пишет грузинский летописец, возгородилось ли сердце Тамары после этих побед? Нет, она сделалась еще более скромной пред Богом. Вот это удивительно. Ну, почему? Понятно, почему. Потому что Тамара ставила цель не прославления самой себя, да, вот не властолюбие, не корыстолюбие, а жертвенное служение своему народу и вообще служение Господу Богу. Потому что зачастую приходилось воевать с людьми порочными, да, из соседних государств, с теми, кто нес другую веру и угрожал христианской жизни, христианской культуре. И вот тут получается, что святая Тамара, она как раз отстаивала и на международной арене ценности православной христианской жизни. Надо сказать, что когда только-только она начинала править, она сразу же провела церковный собор. И со всех сторон съехались епископы, и там решались очень важные вопросы. И святая Тамара старалась продвигать вперед достойных епископов, достойных, благочестивых священнослужителей, а недостойные, которые только ради корысти, их вот убирали с их мест. Устав был тоже упорядочен в богослужении, ориентировались на устав Иерусалимской православной церкви, который затем и у нас вот в Русской православной церкви тоже был принят. А церковь вообще была освобождена от налогов. И святая Тамара созывала очень много ученых людей, философы, поэты, литераторы, историки, те, кто мог возвысить уровень культуры на территории Грузии. И там были высшие учебные заведения. И все это вот очень преуспевало. И даже изучали древнегреческий язык, потому что на этом языке много святоотеческой письменности, богословы древности писали. Также даже древнееврейский язык изучали, потому что это язык Ветхого Завета, то есть изучалась в том числе и библеистика. И вот ради таких трудов, то есть святая Тамара, она фактически вот как бы распяла себя ради процветания своего народа. Ради таких трудов люди любили ее. И любили даже животные. Рассказывается, что как-то вот один из правителей соседних стран, ну или там дальних стран, подарил ей львенка, и вот он возрастал, да, и потом, когда уже он был таким большим, крупным львом, его выводили на прогулку, и он увидел, если царит в Тамару, то спешил к ней, клал свою голову ей на колени и ластился, как некогда лев преподобного Герасима Иорданского. То есть лев вот чувствовал тоже благодать Божию, почивающую на святой царице, и поэтому терял свой грозный нрав. При жизни царицы Тамары Грузия простиралась от Каспийского до Черного моря, и, как мы говорили, уже достигла, конечно, своего расцвета, необыкновенного величия, но жизнь человеческая она берет свое. Вот в 1206 году умирает супруг царицы Тамары, Давид Саслан, прекрасный человек, удивительный военачальник, и по жизни он действительно был опорой для царицы Тамары, и уже не было вот такого помощника, у нее в дальнейшем, и сама она через какое-то время тоже стала сильно болеть. Что это за болезнь непонятная, тогда медицина не все могла диагностировать, но вот по-человечески она пыталась, конечно, как-то вот лечиться, и очень молилась Господу, но Господь судил иначе, и решил забрать ее из этого мира, то есть вот прошила она, ну там, конечно, датировки разные, но примерно вот 47, может быть, 48 лет, то есть могла бы еще 30 лет, допустим, править, но может быть Господь специально так вот, чтобы она уже с небес ходатайствовала о православных христианах, да, и она, понимая, что приближается к смерти, она сделала своим соправителем своего сына, Георгий Лаша, так его звали, чтобы уже вот передать ему наглядно власть, а сама в последние годы жила при монастыре, она удалилась в свой любимый пещерный монастырь, в Ардзя, и там вот прям рядом с храмом у нее келья была устроена, которая через оконцы сообщалась с храмом, так что она всегда слышала богослужения и участвовала в своей молитве, в богослужении, то есть вроде бы ее никто не видит, а сама она слышит богослужения и непрестанно молится. И вот настал день, когда Господь взял ее из мира земного, это в 1213 году, и отпевали ее в соборе в Мцхете, а потом такая удивительная, немножко вот сокровенная такая вот история, потому что никто не знает, где ее похоронили. И как гласят вот древние уже предания, да и источники, ночью из храма в Мцхете вышло сразу 10 процессий, и каждая несла с собой гроб, украшенный золотом, одинаковые гробы, и их понесли в разных направлениях и захоронили в разных местах. И как объясняют это в грузинских источниках, что вот царица Тамара, она знала, что враги ее будут вредить ей после ее смерти, вот чтобы не смогли повредить ее телу похороненному, да, специально скрыли место ее упокоения. Есть одна из версий, что тело ее было погребено как раз вот в Иерусалиме, в монастыре Святого Креста, и что когда вот она обустраивала этот монастырь, для чего и направлен был туда, Шота Руставели, то она заранее вот как бы приготовляла для себя место последнего упокоения, потому что Святая Земля, Иерусалим вообще тогда рассматривался как центр мира, да, и вот все воевали вот за это место, и сама царица Тамара тоже вот она думала как-то вот к югу двигаться в ту сторону, но не получилось. И считалось так, что, ну вот если ты там нашел упокоение, да, ну это вообще, вот если ты в святом месте упокоился, то может Господь явит тебе особую какую-то милость, и понимаете, она когда-то дала обет, такое обещание, что совершит паломничество в Святую Землю, и ей, конечно, хотелось это совершить, и вот может быть это было как раз последним ее таким посмертным паломничеством, путешествием, и тело ее там скрытно от всех погребли, потому что это вот мог выполнить сын ее Георгии, направив туда вот тело вот с воинами. Да, но повторим, что это всего лишь одна из версий, и, конечно, родилось из-за этого, ну неясной ситуации, очень много таких народных преданий, есть даже у горцев такие сказания, что вот если наступят на Кавказе особенно трудные, скорбные времена, то царица Тамара, она вновь явит себя живой, вновь восядет на престоле, чтобы утешать всех вот несчастных, всех обделенных, всех, кто страдает от бед, от нестроения, от горя какого-то, и тогда станет вновь покровительницей своего народа. Вот как она говорила, что я отец-сирот, и матерь-вдовиц, да, это вот прошло через всю ее жизнь, и до сих пор вот ее так и воспринимают, потому что она милостивная покровительница. Когда умерла, то говорили, закатилось солнце Грузии. Но мы-то понимаем, что Господь явил ее вот как особую угодницу на небесах, в небесном царстве, там, где уже нет вот этого деления на государственные границы, да, где вот вынуждены геополитические вопросы решать, но где ближе всего к Богу люди с чистым сердцем, с чистой душой, да, смиренным кротким нравом, именно таковой является святая царица Тамара, и она оттуда, из небесного мира, ходатайствует о всех о нас. Поэтому, конечно, все мы чтим святую царицу Тамару и молимся ей, чтобы вот ее ходатайством пред Господом утверждалась православная вера на земле, чтобы торжествовала чистота, милосердие, крот и смирение, все то, что, собственно, и явила в своей жизни святая царица Тамара. Так что вот, братья и сестры, такая удивительная ходатайца у нас на небесах, причем ходатайца, которая прошла вот через путь правительницы, то есть путь полный искушений, соблазнов, но сама она оказалась не запятнана этими искушениями и этими соблазнами. Даже напротив, она еще больше просияла в добродетелях, потому что, будучи на земном престоле, она явила в себе добродетели Господа Иисуса Христа и в ней самой царствовала благодать Святого Духа. Святая царица Тамара, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok